Всем привет! Это видео будет о лене. Лени и прокрастинация очень связаны друг с другом. Существует огромное количество материалов и статей, в которых вам советуют либо лечь и 15 минут ничего не делать, после которых якобы появится желание встать и начать действовать и заниматься делами, либо же заставить себя сделать первый шаг, а там все попрет. Но это, конечно же, все не так, и сейчас я расскажу вам самый главный секрет. Найти мотивацию на ютубе невозможно, и то, что вы смотрите этот ролик или ему подобное, уже делает вас еще большим прокрастинатором. Вы услышите такие слова, как «ты все можешь, вперед, пересиль себя, вот тебе вдохновение, иди». Подумайте после этого «да, да, вперед» и продолжите смотреть ролики на ютубе. Избавиться от лени и прокрастинации гораздо сложнее, чем вам кажется. Это действительно настоящая работа над собой. Для нее нужно, как и в любой работе и учебе, сесть, думать и писать, рассуждать о себе, о том, что тебе нужно, какие у тебя дела, обязанности, желания, потребности, и начинать действовать только после того, как ты поймешь, чего на самом деле хочешь. Также я не считаю, что можно каким-то образом перебороть лень, если ты не ощущаешь настоящей ценности времени, и легко можешь тратить его впустую. Среднестатистическому человеку обычно лень заниматься делами, которые на самом деле являются рутинами, то есть от которых не избавиться никак. Для этого нужно найти свою собственную систему, выработать ее, этих вот рутин, которые будут делаться на автомате, либо в процессе которых будут обдумываться и анализироваться важные вещи. Много творческих людей, включая мою любимую Яну Франк, говорили о том, что пока моешь посуду, рождаются замечательные идеи для картинок, иллюстраций. Пока стираешь пыль с полок, может родиться идея для фотосессии и прочее. Эти рутины, которые нам лень выполнять на самом деле, могут способствовать нашему творческому развитию. А если это все уже посади, и вы легко справляетесь с домашними делами и с другими обязательствами, которые обычному человеку делать лень, то остается очень простое решение для того, чтобы избавиться от прокрастинации. Если вы чувствуете, если вы ловите себя на мысли о том, что сейчас было бы неплохо, или было бы здорово, или сейчас бы я хотел сделать то, то и то, даже если вы понимаете, что это займет много времени и сил, начните и сделайте это. Нет никаких планов, много времени, появляется мысль, берешь и делаешь. То же самое касается вдохновения и настроения. Возьмем пример. Новый год. У вас нет новогоднего настроения, среждественского очарования и прочее, и вы сидите, смотрите, опять же, ролики на ютубе о том, как украсить комнату, или картиночки различные на том же пинтересте или в инстаграме, но при этом смотрите вокруг себя, и ничего из того, что вы видите, нету, оно и не появится. И настроение, и вдохновение от такого вот просмотра, и просто визуального впитывания информации тоже не появится. Для этого нужно делать. Для этого нужно либо повторить это, либо придумать это, либо как раз таки вспомнить о том, что стоит за этим новогодним настроением. Это общение с близкими, это классическое украшательство квартиры, какое-то приведение в порядок себя и прочее, прочее, прочее. Нужно это делать, а не просто смотреть на то, как делают другие. В этом нет ни вдохновения, ни настроения, ни избавления от лени и прокрастинации. Я говорю об этом, потому что довольно часто сама ловила себя на таких же вещах. И когда я справлялась, мне становилось гораздо лучше, всё получалось, и то самое пресловутое настроение как раз таки появлялось. Можно смотреть, как посторонний человек чем-то занимается и достигает успехов, и искренне радоваться за него, но это никогда не сравнится с той гордостью, которую ты испытываешь по отношению к самому себе за выполненное дело или за созданное настроение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok